Меня зовут Сидикова Светлана Владимировна. Я воспитатель высшей категории Государственного образовательного бюджетного учреждения Центр инклюзивного образования из Великого Новгорода. Тема моей работы – нетрадиционные методы и приемы для развития мелкой моторики детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Нашу группу посещают дети, имеющие различные особенности развития, проблемы речевого, умственного, двигательного развития, зрительного восприятия и другие. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в выполнении движений, снижения скорости и ловкости выполнения. Особого внимания требует рассмотрение особенностей мелкой моторики пальцев рук. Это недостаточная координация пальцев, кистей рук, выраженная замедленность, застревание на одной позе, пропуск отдельных элементов и другие особенности. Поэтому в нашей группе очень актуальна тема развития мелкой моторики детей различными способами и приемами. В группе созданы условия для развития и совершенствования мелкой моторики детей. Содержание работы по развитию мелкой моторики реализуется различными способами, традиционными и нетрадиционными. Традиционные методы общеизвестны. Это и рисование, и лепка, аппликация и оригами, игры с мозаиками, конструкторами, пирамидками, матрешками, игры с пальчиками, массажными мячиками, мелкими игрушками, шнуровки, пальчиковая гимнастика, графические упражнения, пальчиковый театр и многое-многое другое. Я расскажу о нетрадиционных методах. Игры с песком – одно из любимых занятий малышей, которое способствует снятию психоэмоционального напряжения. Дети с удовольствием погружают руки в песок, перотирают его между ладонями, сжимают, просеивают, оставляют отпечатки ладоней, геометрических форм, рисуют, пишут буквы на нем. Это вызывает гораздо больше интерес, чем письмо на бумаге. Игры с кинетическим песком вызывают огромный восторг у детей. Упражнения со счетными палочками развивают не только ручную умелость, ловкость, координацию, но и зрительное восприятие, внимание, воображение, мышление, сообразительность позволяют закрепить представление о геометрических фигурах, помочь детям овладеть конструктивными навыками и навыками работы по образцу. Целью этой игры является развитие точности движений, закрепление знания цветов. В ходе игры детям необходимо с помощью пинцета разложить нарезанные кусочки губки в стаканчики определенного цвета. В процессе этой игры дети учатся выполнять задания по образцу, соотносить цвета и расположение резинок на своей руке и на карточке с заданием. Дети любят воображать себя взрослыми, звонить по телефону, работать на компьютере, а в это время мелкая моторика незаметно развивается. Бизи-борд Бизи-борд – это специально развивающая доска для детей, на которой располагаются различные замочки, бусинки, дверцы, цепочки, кнопочки и многое-многое другое. С помощью ее ребенок в первую очередь учится открывать, открывать, крутить различные предметы, что дает малышу все возможности для исследования окружающего мира, стимулирует работу мозга, который должен переварить, систематизировать и запомнить полученную информацию. С таких простых упражнений начинается развитие мышления, логики, воображения. Занятия с развивающей доской способствуют развитию усидчивости, улучшают координацию движений, да и просто представляют малышу массу приятных минут. Цель этих упражнений – провести пальчиком по дорожке из шнурка, соединив таким образом бабочку и цветок, зайца и морковку и прочее. Особенно полезна эта игра не только для развития мелкой моторики, но и для развития тактильного восприятия, что немаловажно для детей с ослабленным зрением. Сухие пальчиковые бассейны – это различные емкости, наполненные крупами, гречка, фасоль, горох, макаронами. Дети закапывают там различные мелкие игрушки, а затем ищут их, тем самым выполняя самомассаж кистей и пальчиков. Также можно играть с крупами, пересыпать, сортировать, угадывать на ощупь. Дети очень любят различные кристаллы, стеклянные камушки, мелкие игрушки. Они с удовольствием сортируют их, перебирают, насыпают в емкости, делают дорожки по заданиям на карточках. Особое место для развития мелкой моторики занимает природный материал. Это наиболее экологичный и естественный вид материала для развития тактильной чувствительности, глазомера, сенсорных представлений. Дети перебирают гладкие каштаны, колючие шишки, тяжелые камушки и легкие ракушки, сортируют крупные орехи и маленькие косточки и семена. Игры с водой создают у детей радостное настроение, повышают жизненный тонус, дают детям массу приятных и полезных впечатлений, переживаний и знаний. Мы используем пипетки, мерные ложки, воронки, ситечки, спринцовки, стаканчики и другие емкости для развития мелкой моторики и координации движений. Игры с хозяйственными бытовыми предметами. Необычное использование обычных предметов тоже идет на пользу развитию малышей. Это и бигуди, и прищепки, пуговицы, и колечки. Все эти предметы вызывают у малышей интерес, развивают навык хватания, учат согласовывать движения обеих рук, способствуют развитию мышления, воображения, восприятия. Развитие тактильного восприятия особенно необходимо детям с нарушениями зрения. Здесь дети находят с закрытыми глазами дощечки с одинаковой поверхностью, а с ладошками здороваются, приходя в группу. Игры с магнитами. Сегодня полезные для практической деятельности свойства магнитов совмещаются с развлекательной функцией. Магнитные детали легко соединяются между собой по разноименным полюсам, а по одноименным отталкиваются, демонстрируя детям принципы разнополярности. Цель игр с магнитами – научить детей экспериментировать с игрушками и предметами, как можно раньше использовать в своих играх предметы-заместители. Также развивается мелкая моторика, мышление, воображение, пространственное восприятие. Спасибо за внимание! – Pontius. О, Парашка. – Ага. – Ну что? – Ничего? – Где-то два раза аж обшиблась. – Так, все, ребята. – Что там это мелкая моторика? – Да? – Угу, ага. – Угу. – Что там это мелкая моторика? сохраняем